Алихан Смаилов и глава Шкода Транспарейшн обсудили перспективы создания производства в Казахстане. Также перспективы запуска в Республике проектов по производству и техническому обслуживанию, модернизации железнодорожного и городского общественного транспорта. Наше правительство уделяет отрасли машиностроения особое внимание, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с партнерами. Также считаем возможным привлечение казахстанских машиностроительных предприятий для реализации совместных проектов, сказал премьер. Для этого действует специальная рабочая группа с участием всех заинтересованных госорганов и организаций. В свою очередь представитель Шкода Транспарейшн отметил, что компания готова выходить на новые рынки, поэтому рассматривает Казахстан в качестве перспективного партнера для локализации и развития производств. Чешская машиностроительная компания Шкода Транспарейшн является одной из ведущих европейских производителей разных видов транспорта, среди которых метро, трамвай, троллейбусы, железнодорожные вагоны, электрички, электробусы. Предприятие входит в состав Шкода Холдинг. Предприниматели признались в том, что им невыгодно иметь официальных сотрудников. Налоги очень высокие. К примеру, из 40 миллионного оборота 6,8 миллиона приходится только на зарплаты. Официально 265 тысяч человек работает в сфере общепита на 42 500 предприятиях. На самом деле в Казахстане действует 65 тысяч предприятий, где работают 975 тысяч человек. Среднее количество на одно заведение 15 сотрудников. Получается, что в каждом предприятии 9 человек. В среднем неузаконенного персонала заявили в ассоциации общепита. Поэтому мы просим для того, чтобы легализовать персонал, нам необходимо сейчас хотя бы в течение какого-то периода платить от МЗП, от минимальной заработной платы. То есть мы выплачиваем 200 тысяч чистого оклада, а платим от МЗП. Из заявлений выходит, что некоторые предприниматели показывают официально минимальную зарплату или вообще не оформляют сотрудников. Вот и выходит, что 90% персонала у отрасли общепита – это социально незащищенные слои населения, которые тянут как могут. Как выход бизнес предложил установить единый фиксированный платеж с минимальной заработной платой и, вне зависимости от размера зарплаты, налоги и социальные платежи, чтобы оплачивались от МЗП. Вот какую выгоду получат государство и бизнес. Государство получает четкую статистику по безработице, четкую статистику по заработной плате. Бизнес получает экономию своих расходов. В любом случае у нас фикс у сотрудников, никому не нужны никакие отчисления. Мы приучаем таким образом наших сотрудников к тому, что они могут пойти и обратиться в поликлинику по СМС. Также другими услугами могут пользоваться. Мы же полностью банкротим персонал и легализуем их полностью. Они могут те же кредиты потом впоследствии брать, хотя это не настолько важно, насколько важно легализация персоналей. В правительстве, между тем, задавались снижением нагрузки на бизнес. К тому же для развития и запуска новых коммерческих проектов нужно создать все условия. Но, несмотря на это, между правительством и бизнесом налажен эффективный диалог, говорил Смаилов на встрече с председателем Президиума Нацпалаты предпринимателей. Вопрос дальнейшего развития предпринимательства является для нас одним из приоритетных. Мы ежедневно рассматриваем проблемы бизнеса в правительстве. Мы готовы и дальше проводить эту работу совместно с вами. В то же время имеются факты затягивания реализации выработанных решений со стороны госорганов, отметил премьер. Чего быть не должно. Ну а бизнес сферы общепита надеются, что им пойдут навстречу. Премьер Смаилов раскритиковал Акиматы из-за роста цен на продукты. Цены на продукты в стране растут быстрее, чем в России и Белоруссии. И по оценке независимых экономистов, продовольственная инфляция выше официальной более чем в два раза. Инфляцию экономисты не случайно называют налогом на бедность. Рост цен больнее всего бьет по населению с наименьшими доходами. Видимо, поэтому казахстанцы стали экономить на продуктах. Отказываются от мяса, фруктов и овощей. Заменяют привычные товары на дешевые аналоги. По данным бюро статистики, казахстанцы тратят 50% доходов на еду. Это сопоставимо с ситуацией в бедных странах Африки. В государствах Центральной Европы расходы населения на продукты не превышают 18%. А у нас цены на продукты по официальным данным выросли на 23%. 23% это на продукты питания. В целом инфляция сложилась на уровне 18,8%. И понятно, что большая доля складывается за счет продовольственной инфляции. Национальный банк также предупредил, что цены на продукты будут расти еще не раз. Эту проблему можно решить двумя способами, говорят экономисты. Либо производить больше собственных товаров, либо повышать доходы населения. Но правительство не может приказать увеличить производство или повысить зарплату, потому что это могут сделать только предприниматели. О необходимости импортозамещения в Казахстане говорят давно, но на деле зависимость от импорта не снижается, а по ряду позиций напротив растет. Причем ценники в сторону повышения меняют не только продавцы продуктов. В Казахстане на фоне падения тенге повышаются цены на электронику, бытовую технику и прочие товары для дома, дорожает мебель и шины, и даже недвижимость. Выявлены финансовые нарушения в бюджете. Об этом на заседании Кабмина сообщил министр финансов. Ранее сообщалось, что 150 материалов направлены в правоохранительные органы, по 80 материалам возбуждены уголовные дела. Финансовые нарушения выявлены на 304 миллиарда тенге. Камеральный контроль установил нарушения в 32 тысячах процедур госзакупок. Но и это еще не все. Госорганы не освоили 278 миллиардов. Одним из значимых факторов системного неосвоения являются недостатки госзакупок. Из года в год хронически повторяются случаи непроведения запланированных тендеров. Наиболее остро стоят вопросы неосвоения средств регионами по причине несовершенства процедур госзакупок. Не освоено 278 миллиардов тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, под чрезвычайным ситуациям и просвещениях. Как сообщил министр, местные бюджеты тоже не исполнили 520 миллиардов тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Магистаусской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Основные причины неосвоения те же – длительное проведение конкурсных процедур. Ранее чиновники предлагали более гибкий подход. К примеру, в одной области идет освоение, а в другой – неосвоение. И эти денежные средства можно перенести из одной области в другую. Но, похоже, этот метод так и не применили. Спросить об этом министра финансов не удалось, так как он просто не вышел к прессе. На 19% подорожали автомобили в Казахстане. Речь идет не только о новых машинах. Подорожание коснулось и автомобилей с пробегом, которым более 20 лет. Выход из положения нашли те, кто доставляет автомобили из арабских стран. Ирлан Бекесов с осени прошлого года перевозит машины из Дубая. За год он доставил около 50 автомобилей. Некоторые из них были завезены с Россией, потому что цены в арабской стране намного дешевле. Мы привезли из Объединенных Арабских Эмиратов Land Cruiser 200. Цена вышла около 32 миллионов тенге. В нашей стране они стоят около 42-43 миллионов. Разница составила около 10 миллионов. Что касается утильсбора, то он будет стоить около 8 миллионов для казахстанцев, если учесть все. При этом выгода остается около 2 миллионов. С тех пор, как в сентябре было введено ограничение на ввоз поддержанных автомобилей, интерес к машинам из Армении утих. В соседней России также казахстанцы стали меньше покупать транспорт. Хотел купить машину с салона. Полгода ждал. Цена выросла почти в два раза. Поддержанные автомобили тоже подорожали примерно на 40%. Если так же будет дорожать, мы уже не сможем покупать новые машины. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили, что льготное автокредитование начинается в следующем году. Планируется реализовать около 2000 новых автомобилей. Но спрос населения гораздо больше. Дело в том, что те деньги, которые наши граждане купили, машины, и сейчас возвращают кредит, теперь эти кредиты будут направляться на новые кредиты. Поэтому этот процесс бесконечный. Он не означает, что вот сегодня, 1 ноября, мы стартуем. Но это бесконечный процесс. Вернулись, банк сформировал кул, который... Почему банки прекращали принимать? Потому что те деньги, которые кончились... Юристы говорят, что цены как на новые, так и поддержанные автомобили должны регулироваться государством. На вторичном рынке из-за действий спекулянтов цены растут ежемесячно. В этом деле следует перенять опыт Узбекистана, говорят юристы. В Узбекистане не завозят из других стран автомобили. Они построили заводы и производят машины сами. Бывают, конечно, случаи, когда жители сами доставляют автомобили других марок из-за рубежа. По данным Казахстанской ассоциации автобизнеса, в этом году в стране было произведено около 71 тысячи легковых автомобилей. Но цены выросли на 19%. Причиной этого стало ослабление мировой экономики и геополитической ситуации. В Западно-Казахстанской области ощущается нехватка жиженного газа. На некоторых газозаправочных станциях практически нет голубого топлива. Я уже в очереди, стою два часа. Непонятно, есть газ или нет. Недавно был газ, заправился, потом опять кончился. На многих заправках топлива вообще нет. Стою уже час-десять минут, то есть, как и все. А что говорят там? Ну, сначала оператора не было. А им говорит, что он слип, идет и все. Чиновники, ответственные за отрасль, заявляют, что в регион сократились поставки газа с Атыраусского нефтеперерабатывающего завода. Так как предприятие временно приостановлено на ремонт, но работы еще не начаты. В настоящее время на газонаполнительных станциях региона имеется около 180 тонн жиженного газа. В Акимате заверили, что ситуация находится под контролем. Минэнерго дополнительно выделила из Ак-Тубе 504 тонны газа. Этот объем топлива доставляют в регион по железной дороге. Ситуация на газозаправочных станциях у нас на сегодняшний день складывается таким образом, что ввиду ремонтных работ на Атыраусском нефтеперерабатывающем заводе был сокращен отпуск газа для автомашин. Ввиду того, что данные ремонтные работы должны были проводиться до 14 ноября, ограничения поставки этого газа в нашу область были не ограничены, а полностью отменены. Чиновники отметили, что поставка необходимого топлива в регион из Ак-Тубе планируется в самое ближайшее время. В Ак-Тубе Акимата обещает решить проблемы дольщиков недостроенных многоэтажек. В областном центре насчитали 11 таких долгостроев, пайщики которых отдали деньги, но так и не получили ключи от долгожданных квартир. В отношении одного из девелоперов возбуждено уголовное дело. Акимобласть и Ерлы Туржанов считают, что проблемы дольщиков удастся разрешить до конца 2023 года. «Это один из серьёзных сегодня проблем на повестке дня. 540 семей, примерно представьте, это в среднем сколько там, по 4-5 человек в себе. Около 3 тысяч человек, которые заплатили в своё время деньги и сегодня пока живут без крыши». Многие из них полностью расплатили за свои квартиры, другие внесли часть суммы. Но после подорожания строительных материалов общая стоимость возведения домов выросла в разы. Поэтому вложенных денег для выкупа жилья теперь недостаточно. Но люди согласны на любые условия и даже готовы доплатить. «Да, да, да, мы согласны. 100% согласны. С чем без ничего, лучше хоть так». Жилой комплекс в 12-м микрорайоне начали возводить в 2020 году. Из шести этажей построили всего лишь четыре. Стройку заморозили, но недавно работы на объекте возобновились. В доме 60 квартир. Проданы не все, только 75%. «Была задержка. Акимобласти поставил задачу до 31 декабря сдать. Это дом, шестиэтажный дом. Задачи выполняются. Полностью работа идёт, как видите, материала хватает. С заводами со всеми договорённость есть. Плиты, кирпичи, всё приходит». Один из домов, возводимых на средства пайщиков скандального ЖСК-жилища, решили демонтировать. В нём выявлены отхождение от проекта и замена строительных материалов. Объект уже передали новому застройщику. «Существующий фундамент, который признан несуществоспособным, мы оставляем. Сверху заливаем плиту. Эта плита даст новый фундамент, для чего мы экономим много времени, то есть новый котлован. И ребята сейчас разбирают блоки. И буквально на следующую неделю начинают заливать плиту. Мы ускоряем и так далее». В Акимате разработали специальную дорожную карту по решению проблемных вопросов строительных кооперативов. Часть домов должны достроить сами инициаторы проектов. Для других многоэтажек ищут новых инвесторов. Тем актюбинцам, кто не согласился с новыми условиями долевого участия, придётся подыскивать новые квартиры для покупки. «Конечно, это непростой вопрос, но полное понимание передачи сегодня есть. Правоохранительные органы этот вопрос сегодня держат на особом контроле. Мы всем дали возможность. Кто может, а не все, имеют сегодня возможность просто достроить. Кто не в состоянии, мы просто её передаём реальному инвестору, который сегодня в состоянии этот вопрос взять на себя. Всю ответственность, в первую очередь, ответственность перед дольщиками и, значит, решить. У нас такая договоренность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова